Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Я хочу пожелать вам, чтобы вы сегодня бодро себя чувствовали, чтобы ум был светлый. Я вот вполне бодро себя чувствую, Володя. И чувства высокие, и ум светлый. Какая-то там есть что-то в глазах, какая-то усталость. За кошку свою переживаю. Чем-то с другим связано. Хорошо. Здравствуйте. Добрый день. Пройдемся по нашей сегодняшней программе. Вкратце о втором часе. К нам придет Евгений Дрогов, директор издательства «Ократкое большое событие в жизни издательства». Получилось, поучаствовало оно в крупнейшей книжной выставке, книжный фестиваль. На Красной площади уже не первый раз и достаточно успешно выступило. Все в подробностях нам Евгений Михайлович расскажет в втором часе. Да, мы следим всегда за деятельностью издательства «Ократкое». И мы являемся информационными партнерами этого фестиваля. Поэтому с удовольствием расскажем вам о том, что там происходило. Эхо Московского фестиваля. Московского фестиваля, Эхо Москва в Кирове. Мы здесь, Московского фестиваля. Ну, а первый час мы посвятим теме капитального ремонта, вернее, энергоэффективного капитального ремонта. Мы некогда уже говорили об этом в эфире, но решили еще раз напомнить и подробно рассказать о том, что есть прекрасная возможность у жителей многоквартирных домов провести эти процедуры. И в итоге, я так понимаю, самый основной плюс – это уменьшение платежей, собственно, коммунальных в итоге происходит. На эту тему мы сегодня будем беседовать, во-первых, с Павлом Сысоевым. Это генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области. Добрый день. Добрый день. И Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и Общественной палаты Кировской области. Добрый день. Добрый день. У нас будет, конечно, не только этот вопрос. Еще несколько, кроме того, раз уж у нас такие эксперты в студии, то мы, конечно, предлагаем вам, слушатели, поучаствовать в нашем разговоре и задавать свои вопросы, предлагать темы, возможные даже для следующих программ, если сегодня мы не успеем или не сможем их обсудить. 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. Ну и напоминаем, что на сайте хакирова.ру есть аудио и видеотрансляции нашего эфира. Заходите, правый верхний угол, красные большие кнопки. Можете послушать нас и посмотреть в интернете. А вот про Павлу Васильевичу, простите, хочу сразу задать вопрос. Павел, я на сайте Фонда капитального ремонта Кировской области не нашел информацию, по крайней мере, так вот сразу, об энергоэффективном капитальном ремонте. А, например, вот на сайте Фонда капитального ремонта Калининградской области, она прям на главной странице заходишь и все читаешь. Большой баннер. Да, большой баннер. Да, 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 я в курсе Калининградской области, не первый субъект, который подали заявку вот по этой программе, фонд ЖКХ. И я могу пояснить, здесь есть определенная специфика по привлечению этих денег из Фонда. Она состоит в том, что участвовать могут дома, у которых открыт спецсчет, специальный счет. И, значит, так, фонд, который владеет, скажем так, общим счетом регионального оператора, так называемым, в общем, котлом, дома, которые находятся в нем, они не могут участвовать в реализации этой программы. В основном не могут. Там есть определенные особенности, но с учетом наших реалий, вряд ли они, скажем так, реализуются собственников. Давайте все-таки поясним, о чем идет речь. Речь идет о том, что вот эта поддержка на энергоэффективный капремонт предоставляется в случае, если собственники без привлечения посторонних средств, то есть без привлечения средств из других домов, как бывает в общем котле, проведут мероприятие по энергоэффективному капремонту. И уже после этого, если они достигают определенной экономии, которая рассчитывается, эта финансовая поддержка предоставляется. В случае, если дом, как я сказал, на общем счете фонда, то здесь собственники могут поучаствовать в том случае, если они еще отдельный, дополнительный, скажем так, счет откроют и проведут вот эти все мероприятия, заплатят дополнительную денежку, кроме взносов. И потом уже определенный процент, до 50%, как указано в методике, точнее в постановлении правительства Российской Федерации, до 50% от этих затрат им может вернуться. Давайте по порядку, потому что я уверена, что не все на самом деле в теме. Тот, кто активно посещал семинары, которые устраивала общественная палата и фонд капитального ремонта, те, конечно, в курсе. Эти активные граждане всегда в курсе того, что касается вопросов ЖКХ, а большая часть, как обычно, не знает и потом будет задавать вопросы своим председателям ТСЖ, ТОСов и прочее. Итак, мы с вами говорим о том, что существует программа фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по финансовой поддержке на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. И в частности, в этой программе речь идет о том, что если граждане принимают участие в энергоэффективном капремонте, то они имеют некие преференции. У них есть механизмы, чтобы приблизить и увеличить, может быть, объем капремонта на их дом. Правильно я понимаю? Скорее скомпенсировать через затрат. Давайте мы все-таки пару слов об этом скажем. Итак, зачем это все предлагается гражданам провести энергоэффективный капремонт? Мы с Сергеем сейчас Николаевичем этот вопрос переведем. Дело в том, что обыкновенный капремонт подразумевает восстановление надлежащего состояния конструкции. Но мы понимаем, что жизнь ушла далеко, и дома, которые 30 лет, изменились требования, в том числе по энергопотреблению. И простые методы по утеплению стен, чердаков, автоматизации, то, чего не было на старых домах, и то, что сейчас уже в новых домах, это автоматически есть. Как раз вот эта программа, она говорит, вы сделайте это, и мы, более того, мы вам скомпенсируем часть затрат. Ведь, когда люди тратятся на энергоэффективный ремонт, они ожидают, что потом, в дальнейшем, коммунальные платежи будут снижены за тепло. Ну, смотрите, давайте попросту. Хорошо, у меня есть дом, которому 30 лет, я там живу. У нас там какая-то очередь через 10 лет, например, на капремонт. Что я могу сделать, чтобы поучаствовать в этой программе, какие плюшки получу за это? Во-первых, должен быть спецсчет. Так? Просто, если открыть спецсчет, это проще. Здесь собственники дома могут пользоваться вот теми деньгами, которые они уже собрали на спецсчете, либо привлекать кредит, кредитные ресурсы. А если вот, как у вас, Светлана, дом, скажем так, в общем котле, то теоретически вы тоже можете поучаствовать, если вы откроете отдельный какой-то дополнительный счет, наверное, привлекая к этому управляющую компанию, и соберете, допустим, какие-то средства на ту же там модернизацию теплового пункта или какие-то мероприятия, которые приведут к энергоэффективности и снижению затрат ресурсов в дальнейшем. И если все это так получится, то часть ваших затрат будет компенсирована вот из этого федерального фонда. По итогам уже проделанной работы? Там транш делится на две части. Первая часть дается, скажем так, авансом, и вторая часть в случае достижения показателей. То есть вот мы собрались с моими соседями и решили, что да, мы будем проводить энергоэффективный капремонт. У нас есть свой спецсчет, или мы открываем счет дополнительный. Какую сумму денег нужно аккумулировать? Вы еще забыли. Есть еще один важный момент. У вас не менее чем один год без перерывов должен работать прибор учета. Ага, должен стоять прибор учета. Это очень важно, потому что одно из условий выделения средств – это подтверждение экономии. Да, то есть мы должны иметь точку отсчета. Было столько, стало столько. Итак, спецсчет или отдельный счет, общедомовой прибор учета и решение жильцов о том, что мы участвуем в этом ремонте. Дальше что происходит? Мы должны обсчитать какую-то, сделать какую-то смету для того, чтобы получить компенсацию? Или сразу в бой скинулись, или взяли деньги со спецсчета и пошли? Во-первых, надо посмотреть виды работы, которые подходят под эту программу. Их очень немного. Они есть в программе. Они есть на сайте. На сайте фонда капитального ремонта. Ну вот я смотрю, теплоизоляция, инженерная система, освещение, лифты, да? Да, причем на том семинаре, который проходил на прошлой неделе, мы там остановились, пробежали конкретно по всем пунктам. И для некоторых было разочарование, что, допустим, просто замена на крыше покрытия, допустим, профнастила, еще что-то. Это не энергосберегающий. Это не попадает вообще. А нужно сделать новую крышу по технологиям современным. Да, утепление чердачного перекрытия. Там даже указаны в некоторых случаях, какие материалы должны применяться. Все есть в программе. И мы можем из этой программы какой-то набор взять. Или там есть обязательный все-таки список. Вы можете выбрать любой вид. Есть одно но. У вас должна быть по итогам экономия, по-моему, не менее 10%. А, то есть вот наша цель, добиться экономии не менее 10% энергии. И дальше мы должны, посоветовавшись со специалистами, видимо, а не просто там, да, журналисты или, я не знаю, медики собрались и стали выбирать. Кто-то должен ведь посоветовать, что для вашего дома вот это наиболее эффективно, нет? Нет, все лучше. Сайт настолько хорош, что по большому счету там можно получить всю информацию. Там есть конструктор. Там есть конструктор. Можно рассчитать для своего дома ориентировочную окупаемость тех или иных видов работы. Прекрасно. То есть мы залезли на сайт, все выучили, обсудили и решили, что мы утепляем стены, например, торцевые, которые у нас слишком много тепла отдают. Мы делаем крышу. Ну и что-то там еще мы делаем. Дальше мы пишем какую-то смету, да, работ. И куда мы с ней идем? К региональному оператору. К региональному. Мы действуем в соответствии с 615-м постановлением правительства Российской Федерации по отбору подрядных организаций. То есть здесь, в этой ситуации, вы самостоятельно, наверное, делегируя эти права той же управляющей компании, либо кому-то старшему по дому, самостоятельно выбираете подрядную организацию, которая выполнять будет соответствующие работы. И я так вижу, что вот в этой ситуации заинтересанта может быть вот эта потенциально подрядная организация, которая готова будет выполнять работы, и они могут и в том числе посчитать и осметить, сколько будут стоить вот те или иные работы. Все-таки мы идем к специалисту, мы выбираем подрядную организацию, заключаем с ними какое-то предварительное соглашение, и они нам осмечивают эти работы. Правильно? И с этими документами мы уже можем идти в фонд капремонта? Скорее всего, в наше правительство, в министерство строительства и ЖКХ, либо в администрацию города. Хорошие, вот это скорее всего, это очень важный момент. Давайте все-таки куда мы идем? С точки зрения консультации мы проконсультируем, но так или иначе заявка формируется на уровне правительства области, и если, скажем так, заявка соответствует по дому соответствующим критериям, здесь органы власти должны также внести определенные изменения в нормативную базу на нашем региональном и на муниципальном уровне. Стоп, давайте разберемся. Давайте разбираться. После паузы давайте будем разбираться. Небольшой перерывчик, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Фонд капремонта и общественная палата проведут для собственников жилья семинары по энергоэффективности. Да, собственно, уже и проводят. И мы здесь в прямом эфире постараемся такой тоже короткий ликбез провести. Ну да, у нас основная тема не проведения семинаров, а, собственно, механизм мы хотим написать. Мы хотим его разъяснить. 211-101. Если те вопросы, которые мы с Володей задаем, кажутся вам недостаточными, для того, чтобы всю картину раскрыть, то, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы нашим экспертам Павлу Сусоеву, генеральному директору фонда капитального ремонта Кировской области, и Сергею Улитину, руководителю центра общественного контроля в сфере ЖКХ, общественной палаты Кировской области. Мы остановились с вами на моменте, когда, значит, ТСЖ, собственники жилья заключают договор с подрядной организацией. Дальше нам нужно оформить заявку и куда-то ее подать. У меня два сразу вопроса. Кто проможет, проконсультирует, как составить заявку так, чтобы не возвращали документы? И второе, куда эту заявку направлять? Мы, как фонд капремонта, готовы провести соответствующие консультации и направить куда надо собственников с этой заявкой. Но я хотел бы здесь отметить, что в основном, и вот как показал прошедший семинар, многие жители, собственники активно стопорятся как раз на вопросе финансирования. То есть те работы, которые им хотелось бы проводить, они стоят либо достаточно дорого, либо, другой момент, они не соответствуют вот тому перечню, который сказал Сергей Николаевич. От профнастилы крыши, да? Да, то есть им, например, надо сделать крышу, а не какие-то мероприятия по утеплению. То есть это связано, как мы видим, с общей, скажем так, состоянием жилфонда, что хотелось бы, наверное, собственникам какие-то элементарные вещи сначала на доме сделать крышу там или у кого-то даже лифты, а потом уже проводить вот эти более, скажем так, мероприятия, направленные на энергоэффективность. Так, Павел Валерьевич, но мы-то с вами обсуждаем конкретную программу по энергоэффективности. И тоже здесь должно быть понимание, денег в федеральном фонде не так много. И вот вчера был видеоселектор с Москвой, с Министром России. Было сказано, что более половины регионов не планируют подавать заявки по этой программе. То есть это тоже связано не с тем, что кто-то не хочет, а именно с тем, что условия подачи документов достаточно сложные. И вот эта компенсация, которая идет в дальнейшем на дом, она тоже не безгранична. Она ограничена вот либо 50% сметы, которую вы потратили на ремонт, либо 5 миллионами рублей. Не более 5 миллионов. Да, да. То есть есть определенные границы. И вот по факту, я разговаривал с коллегами из Калининграда, они говорят, что цифра в среднем на дом получается, ну вот реальность тех заявок, которые они сформировали, в районе 200-400 тысяч рублей. Ну, максимум там может полмиллиона. Это то, что люди готовы софинансировать? Нет, это то, что вернется, скажем так, в результате проведения всех этих мероприятий. То есть здесь же идет эта сумма расчетным образом, исходя из той экономии, которая получена. Подождите, не спешите. Для таких, как я, которые с цифрами плохо дружат, давайте все-таки мы продолжим. Итак, вот мы составили смету. И мы все-таки действуем конкретно согласно программе энергоэффективного капремонта. Мало ли, что мы хотим просто бросить профнастил, чтобы не протекало, или исправить реальный недостаток. Я сразу свой дом вспоминаю. Там уже не в профнастиле только дело, а в том, что внутри находится действительно. Необходимо заниматься крышей. И скрипя зубами, мы решили, что все-таки крыша, стены подождут. В таком случае в нашей смете, наша смета должна составлять не более чем 5 миллионов рублей. Правильно? Нет, неправильно. Она может составлять 10 миллионов, но вам просто комментируется не более 5. То есть, получается, что не более 10 миллионов в таком случае рублей. Почему? Может быть и 20 миллионов. Но вернется не более 5. И вернется не более 5. Понятно, это надо помнить. 50%, но не более 5 миллионов. Мы ее составили, мы обратились в фонд капремонта. Там проверили наши документы, исправили недочеты в заявке и направили куда надо. Таких домов, вы уже нас предупредили, скорее всего, будет немного. Потому что люди экономят, денег тоже не так много. Положим. Но какое-то количество их найдется. И далее что? Мы эту заявку отправляем. Как долго она обрабатывается? И что дальше происходит в идеальном случае? В идеальном случае на уровне правительства области готовятся соответствующие документы. Вносятся изменения в нормативную базу. И потом заявка за подписью губернатора направляется в федеральный фонд реформирования ЖКХ. По каждому дому отдельная заявка за подписью губернатора уходит. Здесь в том-то и смысл, что заявка должна включать в себя уже перечень всех домов и всех желающих поучаствовать. К какому сроку вы планируете или вам назначено эту заявку оформить от Кировской области? Конкретного срока нет. Но у нас есть сроки, установленные в федеральном постановлении правительства номер 18. Там прописано, что до 1 ноября те дома, которые поучаствовали в заявке, должны уже отчитаться о том, что работа проделана. И за ноябрь или за октябрь месяц уже показать экономию энергоресурсов. То есть до ноября этого года? До ноября этого года не только сформирована должна быть заявка, но и уже и работы проведены по энергоэффективности за счет собственников жилья. И тогда вы должны показать за месяц эти 10% энергосбережения, и после этого начнется процесс компенсации. Нет, я как сказал, два транши. Отдается, то есть первый транш после того, как федеральный фонд проверяет заявку, проверяет соответствие всех документов, да, они проверяют, что да, действительно, все документы соответствуют. И после этого первую половину они перечисляют. То есть эти деньги непосредственно подрядчик получает, да? Нет, они через бюджеты поступают на счет ТСЖ, либо управляющих компаний, либо тот счет, который собственники открыли. И второй транш поступает только в том случае, если вы достигли экономии. А если экономию не достигли, то тогда первый транш заберет, возвращается. По крайней мере, для бюджета такая норма как бы прописана. Не знаю, что касается уже ТСЖ управляющих компаний, будет ли там взыскивание уже с их стороны. Но, по крайней мере, такая норма имеется. Так что получается, в целом такое рискованное мероприятие-то дело? Поэтому я и пояснил. Бан или пропал? Если бы было все так просто, то заявок было бы очень много в федеральном фонде. Там же ведь еще такой момент. Мы знаем, что с подрядчиками не всегда получается эта история. Даже если мы обсчитаем все, заявочку составим и денежки соберем, то выбор добросовестного подрядчика – это тоже большая проблема. Как они сделают тебе эту крышу и утепление этих стен? Кто должен это контролировать? Если я журналист, Володя, и ты журналистом, ты придешь, ты будешь понимать, как они крышу тебе сложили? И даст ли это энергоэффективность? Ну, потыкаю пальцем. Тут тоже потыкаешь пальцем. А потом придется возвращать федеральный транш. Да, то есть дело новое. Вроде бы идея хорошая, но боязно пока туда влазить. Надо посмотреть, как оно будет работать. Я вижу, что вы встречались уже, Павел Валерьевич, с 10 представителями многоквартирных домов. Это было на прошлой неделе. Кстати, почему так немного? 10 представителей. Кто эти люди? Что за дома? И какие вопросы задавали? Данные по представителям любезно предоставила общественная палата. Вот те данные, которые они саккумулировали. Скажем так, кто изъявил желание поучаствовать в этой программе, мы действительно на площадке общественной палаты их собирали. Провели определенные разъяснения. Показали сайт госкорпорации, где там все это подробно, более подробно прописано, чем то, что мы сказали. Остановились на основных моментах, на условиях, скажем так, участия. И они, скажем так, пошли думать до сегодняшнего вторника, то есть до вчерашнего дня. Но, к сожалению, пока, скажем так, обратной реакции от них не было. Не дают о себе знать. Не позвонили, не пришли. Как мы договаривались на электронную почту, или позвонить, отзвониться, сказать, что да, вот мы хотим. Пока обратной реакции не было. А в чем заключалось домашнее задание, которое вы предоставили? Домашнее задание заключалось в том, чтобы они посмотрели сайт госкорпорации, попробовали посчитать с помощью тех ресурсов, там, и помощника определенного, посчитать возможную экономию, возможные, скажем так, свои затраты. И уже после этого сделать вывод о том, что надо нам это или не надо. Сергей Николаевич, эти 10 домов, это кто, это откуда? Ну, не 10, а 8. Два представителя это было у управляющих компаний. И, допустим, от Ленинской управляющей компании они 6 домов держали, что называется, в потенциальных интересантах. Они все по городу, это совершенно разные дома, причем некоторые приходили с конкретными пожеланиями. Говорят, у нас лифты, мы видим, что лифты тоже есть в этой программе. Но по лифтам тоже там или замена целиком лифтового хозяйства, или замена только приводов от... Оснащение лифтового оборудования частично регулируемым приводом с компенсацией реактивной мощности. Вот как это звучит. Да, это как раз замена одних приводов на другие ведет к экономии электроэнергии. То есть здесь тоже прямой эффект. Вот они пошли думать. Поварищ их еще оставлял по лифтам отдельно. Там еще есть одна программа. Они в том числе и про это начали думать. Но на самом деле очень непросто. И мы рассылали управляющим компаниям эту информацию. Прямо вот директивно рассылали. И у вас, знаю, что уже это не первая встреча. Воробьев рассказывал про это. Андрей Воробьев. Да, Андрей. Он так с людьми разговаривал. Тоже информацию наносил. У меня есть еще, Сергей Николаевич, допомню определенную информацию. Мы с нашим министерством строительства ЖКХ этот вопрос обсуждали. И, скорее всего, на этой неделе будет видеоселектор у нас с районами области. И есть желание дать поручение в течение двух недель, начиная с этой пятницы, промониторить еще раз желание управляющих компаний, собственников по этому вопросу всеми муниципальными образованиями. То есть, возможно, кто-то еще из районов все-таки соберется с силами. То есть, тоже для понимания, такой запрос был. Он еще был весной, достаточно давно. И обратной реакции положительной не было. Вот по тому запросу. Но вот сейчас было принято решение вернуться еще раз, повторить и запросить повторно эту ситуацию. Я правильно понимаю, скажите, пожалуйста, специалисты, никто с телком в эту программу не тащит? Нет. Никаких галочек вам ставить не придется. Сейчас идет разъяснительная работа. И вы, собственно говоря, какой бы ни был итог, найдется один-два дома, три, не найдется вообще. Вы потом сведения о том, как люди реагируют на эту программу, будете подавать куда-то в федеральный центр. И, наверное, с пожеланиями и замечаниями какими-то. Ведь это же программа может быть в развитии, она может претерпевать какие-то изменения. В этом году ведь пилот, да, можно сказать? Да, она почему-таки сжатая сроки завязана на то, что федеральный фонд по действующему законодательству работает до конца года. То есть они занимаются, как вы знаете, программой переселения из аварийного жилья. Это основное направление. И вот в том числе этим направлением капремонтов. Насколько мы знаем, принято уже решение о том, что этот фонд будет жить еще год. Вот, да, у нас есть определенная надежда, что если действительно так получится, то, возможно, эта программа будет продлена. Но это пока, скажем так, только мысли, конкретных документов еще нет. А какова сумма на всю страну? Вот именно на энергоэффективный капремонт? На сегодняшний момент 1 или 2 миллиарда, я не помню, не очень большая сумма. И также вот цифра, для понимания, у нас на сегодняшний момент примерно 850 домов в области открыли специальные счета. То есть, ну, скажем так, это потенциал участия в этой программе, теоретически, это вот эти 850 домов. Это примерно 10%, да, как вы говорили ранее? Ну, около 10 тысяч домов всего, да, то есть это 8%, 8-9%. Напомним сейчас, что кроме Калининградской области пока еще никто, да, никакие регионы не подали заявки. Ну, насколько я знаю, есть либо в процессе подачи, либо на уровне консультаций, да, действительно, там общее количество регионов на сегодняшний момент не очень высокое, которое уже заявилось. Вы сказали, 50 точно сказали, что не будут участвовать регионы, да, то есть остается 35 регионов. Ну, половина примерно. Рекламу, да? Да, но ты, мне кажется, последний вопрос по этому поводу. А когда процесс у нас-то закончится, ну, когда вы можете сказать, что нет, заявок от Кировской области нет? До последнего будем тянуть, потому что... До какого до последнего? А давайте посчитаем. До октября? До ноября? Ну, смотрите, чтобы сделать проект и смонтировать, ну, самые простые виды работы, ну, давайте будем понимать, что месяц-полтора надо, да? Да. Ну, вот и до 1 августа, после 1 августа, скорее всего, реализовать в этом году невозможно. Невозможно будет. Сейчас прервемся на 2 минуты, буквально после чего вернемся в студию с нашими экспертами Павлом Сысоевым и Сергеем Улитиным. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. У нас в студии Павел Сысоев, гендиректор фонда капитального ремонта нашего региона, и Сергей Улитиным, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и Общественной палаты Кировской области. Ну, что, закончили, да, с энергоэффективным ремонтом? Нет, мы хотели добавить пару-пару еще там мыслей по этому поводу, которые обсудили в перерыве. Вот Сергей Николаевич замечательно сказал, что получите вы софинансирование, поучаствуете вы в программе, не поучаствуете. Если вы сделаете энергоэффективный капремонт, то он останется с вами. То есть в итоге выигрыши жильцы останутся. Я-то продолжаю для себя, понимаю, что если мы собираемся жить в этом доме, задумываемся о капремонте, нужно выбирать все-таки новые технологии. Нужно выбирать лучшее, пусть по чуть-чуть, понемножку, но делать правильно. Не просто латать дыры, как бы нам этого не хотелось, а делать правильно. Я думаю, что эта программа, если закончится, то будет какая-то еще другая программа. И они все равно, эти программы будут рассчитаны не на то, чтобы нам дать денег и заплатку поставить на крыше, а только будут нас стимулировать к тому, чтобы мы как-то смотрели в будущее и развивались вот так. Ну и еще пару слов. Кстати, по-моему, прости, мы забыли упомянуть о том, что одно из требований участия в этой программе – это возраст дома от 5 лет с момента ввода эксплуатации, но не старше 60 лет. Да? Так получается. Ну, это огромное количество домов в городе. У нас есть еще один вопрос, который мы хотим обсудить с нашими экспертами. Еще раз, 211-101 номер телефона прямого эфира, и вы можете задавать свои вопросы и для ответов, и на подумать. Мы говорим о рассрочке должникам, о котором мы тоже уже сообщали здесь, подача ОНФ, общероссийского народного фронта. Да, рассрочки должникам, которые… По оплате за капремонт. Да, по оплате за капремонт. Я знаю, что эти документы разрабатывались и в Кировской области тоже. Есть уже примеры в соседних регионах. И что фонд капремонта подавал эти документы, в том числе и в прокуратуру для проверки и анализа. И какие у нас движения… Ну, давайте еще правильно поясним, что это за рассрочка в двух словах, а потом какие движения идут по этому поводу. Ну, давайте поясним. Смысл рассрочки заключается в том, что если она предоставляется нами, собственнику, то собственник получает право на предоставление льгот и субсидий за оплату жилищно-коммунальных услуг. В противном случае, если есть задолженность, не закрытая рассрочкой, то соответствующие льготы и субсидии органами соцзащиты не предоставляют. Поясните, задолженность за какой период сформировавшись, как она вообще возникает? Неважно, за какой период. То есть, если она имеется, имеется долг оплаченный, не оплаченный хотя бы месяц или два, или больше период, как в наших ситуациях зачастую бывает, когда не платят с самого начала выставления соответствующих платежей, то органы соцзащиты не предоставляют льгот или субсидии. В целом, у нас в квитанции на оплату капремонта есть графа к оплате, где собственник может указать цифру и гасить ту сумму, которую он может в течение каждого месяца. Но вот чтобы именно получить льготы и субсидии, надо получить вот это самое соглашение по, скажем так, рассрочке. Рассрочке платежа. У тебя должен быть статус, что теперь предоставлена рассрочка. Мы действительно по поручению нашего министерства разработали такой документ, направили его для рассмотрения в Министерство строительства, ЖКХ, соцзащиты и, естественно, в прокуратуру области. То есть, на сегодняшний момент есть информация о том, что прокуратура этот документ согласовала. Теперь мы выходим на наше министерство и ждем одобрения и согласования этого документа органам управления нашего фонда, то есть это совет фонда и попечительский совет фонда. То есть, когда они нам этот момент одабривают, мы можем уже начать предоставлять эту рассрочку и параллельно запускается процесс внесения изменений в наше законодательство региональное. Потому что этот момент согласования органами управления этого элемента рассрочки немножко временный. То есть, мы идем навстречу жителям, чтобы уже сейчас предоставлять эту рассрочку, а так, по-хорошему, конечно, надо внести изменения в законодательство, в закон, в постановление правительства, для того, чтобы на общих основаниях не только мы, не только фонд и рекоператор, а еще и спецсчета, вот как я сказал, их почти 9% домов, также имели право и даже обязаны были бы собственникам предоставлять эту рассрочку. — А можно параметры хотя бы того документа, который вы разработали, цифры, какие-то основные моменты? — Ну, основные моменты. Задолженность должна быть не менее 5000 и должен быть осуществлен хотя бы один платеж за месячный хотя бы собственника. — Это основное требование? — Ну, вот на память вот эти два основных момента, ну и соответствующие документы собственник должен предоставить, для того, чтобы мы уже приняли решение о рассрочке. — Ну, не на пустом месте эта идея возникала, что, собственно, предшествовало? Вот у нас так серьезно стоит проблема, что ли, неоплата капремонта? — Сколько у нас? Каков процент неоплаты? — Вот я смотрю на сайте, смотрю, да, фонды капитального ремонта Кировской области, 81,5% собираемости. — Это высокий процент, реально, по-моему? — Это высокий процент? — Ну, в среднем, если по стране смотреть, это достаточно высокий у нас. Вот за последние месяцы он там уже к 90% приближается. И некоторые месяцы даже выше. Но вот из этих процентов недолжников, должников, точнее, бывают именно те, кто получает льготы и субсидии. Ну, для них как раз этот вопрос достаточно остро строит. И действительно, здесь со стороны Министерства соцзащиты пошло ужесточение, скажем так, к вопросу предоставления льгот и субсидий. Раньше их не давали льготы и субсидий только в части капремонта, если есть долг по капремонту. А сейчас, если есть долг по капремонту, то они дают в целом все льготы, и в том числе за жилищно-коммунальные услуги. За тепло, за воду, а там платежи, как вы понимаете, существенно больше, чем наши за капремонт. — А там максимально какая льгота? 50%? Больше? Меньше? — Ну, на память, там до 50% за жилищно-коммунальные услуги, то есть по общей платежке. — Там разные категории граждан, в том числе инвалиды и так далее. — Разные категории, разная сумма, но здесь, понимаете, существенно для бюджета тех льготников, которые такие льготы получают. И поэтому вопрос достаточно остро встал. И на нас вышли именно Министерства соцзащиты, потому что к ним в первую очередь идет поток тех граждан, которые обращаются за льготами и их не получают. — А сколько времени может занять этот процесс? — Согласованием? — Да, согласованием. — Теперь все зависит от правительства. Я надеюсь, что в ближайшее время, в течение июня месяца, они будут согласованы. — И можно будет уже стартовать, а потом уже вносить все поправки? — Да, да, да. Ну, для жителей это будет уже не так важно. В первую очередь для... — Что-то у нас с звуком? — Да, поближе к микрофон попробуйте. — В плане законодательства это для нас больше имеет значение, а для жителей мы сможем запустить этот процесс в следующем месяце. — Я, если не расслышали, потому что с микрофоном у нас какая-то проблема, что надеется фонд капремонта для жителей запустить этот процесс уже со следующего месяца. — Со следующего месяца. — Да. — А, кстати, тема, собственно, взымания задолженности, насколько она актуальна сейчас перед фондом стоит, и какие сейчас, ну, не знаю, репрессивные, нерепрессивные меры, как их можно характеризовать, действуют? — Ну, мы действия свои продолжаем так же, как и в прошлом году. Мы подаем в суд на тех, кто не платит. И в том числе мы достаточно активно начали готовить документы уже по муниципальным образованиям, то есть по администрациям, в части взыскания вот таких долгов. Потому что, к сожалению, кроме муниципалитетов не платят, в смысле, кроме жителей не платят еще и администрации иногда. — Администрация — это за, собственно, муниципальный фонд? — Да, 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 за то жилье, которое является муниципальным. — Насколько это массовые явления? — Ну, к счастью, их не так много, ну, в смысле, не платильщиков администрации не так много, но на сегодняшний момент, если мне память не изменяет, более 6 тысяч исков мы уже в целом подали по программе. — Это, в общем, по региону, в общем-то, приличная такая цифра-то получается. Много ли людей удалось образумить, если так вот вопрос поставить? То есть не платили и сейчас исправно как-то вот вносят? — Ну, конечно, это показывает динамику собираемости, то есть уровень собираемости увеличивается, в том числе и исходя вот из этой ситуации по тому, что мы подаем в суд на неплатильщиков. То есть, условно, мы весь дом не прослуживаем, выслуживаем, допустим, несколько квартир, и жители других, которые не платят квартир, видят эту ситуацию и уже... — Как-то добровольно, в добровольном порядке. — Да, да. И также мы видим ситуацию, что до, скажем так, судебных приставов, когда доходит эта бумага уже по взысканию, собственники также в большинстве своим случаям добровольно идут и оплачивать не дожидаются, пока на них еще будут вот эти дополнительные издержки возложены. — А суммы примерные хотя бы можете озвучить? Задолженности, пока ремонт? — Ну, в среднем до 10 тысяч рублей на квартиру у нас получается пока. — Ну, довольно серьезная сумма, там много дальнейших ограничений. — Да-да-да, то есть, если цифра больше, то там уже и запрет на выезды. — Выезд за границу уже, если водитель, то водительское удостоверение может быть временно приостановлено его действие. — А когда критическая эта точка наступает? — 10 тысяч. — Нет, до 10 тысяч, нет. — Нет, критическая точка — это если собственник не платил с самого начала реализации программы. — Да, мы вот сейчас отрабатываем в первую очередь таких. — А, понятно. — То есть первые платежи были за декабрь 14-го? — А сколько еще тех, которые начали пропускать позже занятия в школе? — Есть. — Есть такие. — Сколько? Три? Два-три месяца не платишь и уже все, попадаешь в черный список, да? — Ну, по общим правилам, да. — Три месяца? — Но, повторюсь, пока мы отрабатываем тех, кто не платил сам. — Уходят те, кто не платит сам. — Да, пока. — А, то есть в предыдущие половины года сейчас. — А потом займутся следующим. — Потом будет, да, по мере наших сил и возможностей приближаться уже к тем, кто платит, не платит и меньше срок. — То есть огромнейшее поле у вас для работы, собственно, в этом направлении. — Да, юристам работы много. — А за счет чего, кстати, удается повышать вот этот процент собираемости все-таки? — Ну вот за то, что рассказал Павел Валерьевич. — Ну и с точки зрения, куда идут деньги, мы тоже стараемся показать, вот и совместно с общественной палатой ездим, показываем ход ремонтных работ. — А, и вот это тоже влияет? — То есть куда идут деньги, потому что я ведь постоянно смотрю обращения, которые в наш адрес поступают, и люди спрашивают, а вот за что я должен платить. — И, естественно, мы здесь должны показывать, вот куда идут эти деньги. — Ну то есть тут два механизма. Один — пошли суды, и люди стали по судам платить или смотреть на соседей, которые уже в суд сходили. И второе — это конкретные результаты капремонта, который проведен. То есть доверие появляется, люди понимают, что нет, пожалуй, буду платить. — И прослезится тут неплательщик, да, и сразу достанет из кармана деньги. — Ну вот ты зря так шутишь. Видишь, цифры-то показывают, что действительно это работает. Спасибо нашим экспертам, Павлу Сысову, генеральному директору фонда капитального ремонта Кировской области, и Сергею Улитину, руководителю Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Общественной палаты Кировской области. Мы закрываем первый час, прощаемся буквально на 20 минут, и через 20 минут в этой же студии будем говорить с Евгением Дроговым, директором издательства «Украткое».